Уважаемые дамы и господа, представляю вам участника всоглавного боя нашего турнира. В синем углу, боец из республики Конго, город Киншаса, представляет Бельгию. Ему 34 года, рост 183 сантиметра, вес 90 килограммов, 750 граммов. Профессиональный рекорд 22 боя, 21 победа, 15 одержаны нокаутом, одно поражение. Ив Нгабу. Его соперник в красном углу из России, город Екатеринбург. Ему 31 год, рост 196 сантиметров, вес 91 килограмм, 850 граммов. Профессиональный рекорд 12 боев, 11 побед, 7 одержаны нокаутом, одно поражение. 14 номер рейтинга WBA, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, экс-чемпион WBC International Евгений Тищенко. Рефери со главного боя, Виктор Панин. Рефери со главного боя, Виктор Панин. Ну что, друзья, самые внимательные из вас могли заметить достаточно необычный состав в углу Евгения Тищенко. Все потому, что он поменял тренера, теперь с ним работает Георгий Кравцов. И это их первый совместный поединок, если мы ничего не путаем. Что ж, посмотрим, какие дивиденды это принесет Евгению в бою. Ну и здесь мы, конечно же, как и всегда, замечаем большую разницу в росте. Евгений для первотяжа очень высокий. Да, пожалуй, что даже и для супертяжелого веса. Ну нет, там есть двухметровые, ребят. А вот в первом тяжелом их не так много. Ну и так достаточно резван гаву начинает этот поединок. Насколько мощный. Есть ощущение, что у Ивы план победить где-то в первых трех-четырех раундах досрочно. Потому что, мне кажется, пытаться перебоксировать на дистанции олимпийского чемпиона, это, ну, такой план. Амбициозный, может, даже через чур. Действительно амбициозный. Было бы. Ну а здесь Евгению нужно сдерживать этот натиск. И, наверное, его джеб вот этот мощный. Длиннющий, главное, да. Который, мы знаем, что Евгений очень хорошо бьет. Вообще, на самом деле, Евгений, в принципе, очень хорошо бьет. И встречает, и атаки наслаивает мощно. Это мы посмотрим, как здесь. Но пока закрывается, закрывается за высоким блоком. Ну, мне кажется, что первые там два-три раунда вот так на гаву будет постоянно давить, пытаться на нервы действовать, Евгения. О, как же возразил сейчас угол нгабу. Ну, еще бы. Этот удар очень не понравился им. По затылку. Нет, ну, если нгабу разводит грязь в дынге, почему Евгений не может пользоваться этими приемчиками? Такие достаточно грязные моменты, я бы назвал. Да, пограничные такие моменты. Почти нарушение. Все, по пей, еще не Евгений дотягивается. Ну, а сейчас габу-то зарядил с правой. Очень мощно. Хороший такой оверхенд залетел. Ну, было ощущение, что у Евгения перчатка была на месте. Да, все верно, так есть. А вот тут дотянулся нгабу. Ну, он будет давить первые раунды, я практически уверен. Встречает сейчас Евгений. И тут, конечно, да, такая мощь чувствуется. Тищенко в целом, ну, не то чтобы привык. Тищенко очень хорошо умеет работать в втором номере. Для него это вообще не испытание. И нужно напомнить, наверное, что Евгений был достаточно бьющий боксер из 21. А из 21 победы 15 были досрочными. Поэтому здесь все равно нужно опасаться, конечно, Евгению этого сильного удара мощного. Евгений очень аккуратно боксирует в первом раунде. Пока что никуда не торопится. Спокойно сдерживает вот этот напрягающий натиск. И иногда бьет в ответ довольно жестко. Ну, и так даже плечом периодически защищается. Правую руку опуская. Но пока вроде ничего серьезного не пропустил. А сейчас очень неплохо встретил. Да, остановил. Дальней рукой. Ну, и нгабу вот на этой ближней дистанции будет пытаться вытянуть силы из Евгения. Замучить клинчами, замучить этой борьбой. Ну, да, здесь на дистанции, конечно, нгабу очень тяжело будет доставать Евгению. Это 100%. Если Евгений будет в центре ринга, там нгабу может и вообще ни одним ударом не дотянуться. Отличную работу в углу Евгения мы сейчас услышали. И советуют все-таки джебом. К слову о тренере Евгения. Прошу прощения, Эдуан Хорошцов, конечно же, не Георгий. Так, пытается Евгений выставить правую руку навстречу сопернику. Я думаю, все уже заметили, что в разноименных стойках у нас боксеры работают. Евгений в левше. Нгабу в правше. Ну, да, здесь двойку пробивает Евгений. Смотри, намного агрессивнее уже во втором раунде Евгений работает. Но угол ему советовал пока немножечко придержаться, еще посмотреть раунд. А дальше начинает работать активнее. Но Евгений вроде бы и сейчас уже начинает. Да, по сравнению с первым, по крайней мере, уже намного агрессивнее. Да, да. Больше выбрасывает ударов, больше дальней рукой работает. Но Игабу уже не может так просто поджать Евгения к сетке. А, прошу прощения, конечно, Канат. Ох, тут хорошо пытался вставить Аберкот Евгений, но вот чуть-чуть не попал. Получилось попасть куда-то в корпус. Это тоже вполне себе удар. Да, да, не датачи, не датачи право-лево-сиду на встречу. Встречает Евгений, пока пытается контрить. Игабу пытается в углу отрабатывать, но в основном в блок попадает. Неплохо сейчас. Хорошая атака для Игабу. Так все-таки прижал Евгения, подловил. Один из ударов там пришелся достаточно плотно. Вот так за высоким блоком Игабу пытается спрятаться. От джебов Евгения, но хорошо дальней рукой действует. Олимпийский чемпион. И вот так она прямо из ниоткуда прилетает прямо в корпус Нгабу. Да, Евгений включился во втором раунде. Ну и ощущение, что Нгабу как будто понял, что вот этот стартовый спорт не удался. И, наверное, нужно немножечко подсбавить обороты, чтобы совсем уж не устать. Ну, с другой стороны, с таким технарем, как Тищенко, сбавишь обороты, и тебе прилетится. Все верно. Не знаю. Нужно силовой бокс навязывать Нгабу. Вот эти постоянные борьба, клинчи, это все в его пользу. Ну да, на самом деле, если так посмотреть, достаточно много вот этой борьбы, клинчей. И уже видно, что боксеры задышали. Несмотря на то, что всего лишь второй раунд. При этом те удары, которые они выбрасывают, они все силовые. И сейчас в корпус очень хорошо. Первый ряд тут буквально подскочил. Но все здесь сидят, конечно же, боксеры, которые болеют за своего оттокупника. И еще раз туда же добавляет Евгений. Очень хорошо по корпусу действует. Несколько силовых ударов в этом раунде у него прошли. Ну что, третий раунд? Да, и Шавкан Рахимов сейчас подскочил прямо к рингу и подсказал Евгению вправо работать больше. Действительно, у Евгения много получалось в предыдущем раунде правой рукой, особенно в его концовке. Очень хорошо доставал. Вот тут встретил сейчас хорошо Евгений. На блок в основном принимает удары соперника. Нгабу пытается все соки буквально выдавить из Евгения у канатов. Но пока особо не работало. Да, ему нужно сейчас нагрузить Евгения, иначе потом будет просто тяжело проходить эту дистанцию. Вот такими наскоками и неплохо сейчас получилось. Левой рукой Габа достал соперника. Но Евгений все держит. Пытается Габу на ближней отрабатывать. Но там Евгений очень уверенно группируется. Блоком все перекрывает. И тут, ну, куда ты тут пробежишь? Заметьте, сколько движения, сколько движения. Вот, кстати, мы ведь услышали новость. Алексей Егоров сказал, что был бы готов подраться с Евгением Тищенко. И мне кажется, что это был бы, ну, такой похожий бой по стилю. Потому что Алексей, он очень хорошо прет соперника, может насесть. Но Алексей, по крайней мере, судя, потому что я пока вижу из репертуара Иван Габу, Алексей гораздо опаснее и техничнее. И прет он намного хитрее. Потому что, ну, здесь просто какой-то маленький таран от Ангабу. И особо ничего ему пока что это не приносит, как мне кажется. А вот так даже с дальней ноги заходит просто Габу и бьет рукой своей правой. Но пока все в блок. О, как наскочил Мгабу сейчас и показывает ему, что не стоит делать. Такая подсечка, да. Виктор Панин делает замечание. О, хорошо встретил Мгабу сейчас правой. Но все-таки на дистанции есть ощущение, что есть у Евгения преимущество очевидное. Да. Но тут длина рук все решает в основном. Ну и технический арсенал, конечно, у Тищенко помощнее. А вот такими уже просто наскоками Мгабу действует. Просто впрыгивает в ближний бой и начинает пытаться донести какие-то силовые удары. Другое дело, что Евгений пока на дистанции, ну, не получается ему прям ключ найти. Найти вот эту брешь в обороне. Оба-оба неплохо защищаются, я бы это так назвал. Ну да. Концовка этого раунда. И ее никто не забирает. Что ж, посмотрим. Даже интересно, что там судьи насчитали. Советовали Евгению Тищенко в углу больше работать по корпусу, потому что в прошлом раунде перестал он это делать. Сдваивает джеб еще. А вот сейчас посмотрим, будет ли он акцентированно бить в корпус. Мгабу пошел вперед. Да, опять тараном, тараном идет на Евгения. А вот встречает Тищенко своего оппонента. О, какие мощные удары мы сейчас видим. Несмотря на то, что все в блоке, я думаю, там очень многое чувствуется. Ну да. Ой-ой-ой, попал Мгабу, но так потерял равновесие Евгений, но ненадолго. О да, все-таки мощный удар Мгабу. Чувствуется, я думаю, даже через перчатки такое. Да, скорее всего. Больше работает в корпус здесь Евгений. Ну, правильно делает, останавливает вот этот натиск соперника, чтобы он, ножки у него встали, чтобы он задышал поглубже. Но Мгабу хорошо пользуется вот этим клинчем, пытается наседать. Евгению приходится прямо рукой его откалкивать, чтобы на свою дистанцию как-то вывести. Аперкот от Мгабу, но все мимо. Защищается здесь Евгений, пытается завязать соперника, чтобы распустили боксеров на удобную для Тищенко дистанцию. Да, но приходится здесь бодаться Евгению, Снегабу. Хороший апперкот. Да, вот сейчас в дальней руке апперкот был очень хороший. Мгабу, смотри, как зомби, ему вообще без разницы, просто дальше вперед шагает. Да, в этом бою это можно вполне себе счесть за тактику. Поддавливает Мгабу, но вот куда-то там по спине больше бьет, пытается до корпуса протянуться. Сейчас был прям удар такой ниже пояса, но Евгений не подал виду. Хорошо сам разрядился. Правый завершающий был в цель. Такой неприятный пока что бой для Тищенко. Очень много толкотни вот этой. Евгений вот встречает сериями, но пока все в блок. Какой-то акцентированный, наверное, удар. Да, у нас, в принципе, на самом деле, пока такой поединок. Да, встретил. Дальней рукой очень хорошо. Очень много ребята на блок принимают оба. Очень мало акцентированных точных ударов. Вязкая борьба, но для кого она более выгодна? Вот вопрос. Ну, кто быстрее устанет, тот и выйдет победителем. А, вот сейчас сечка есть у Евгения Тищенко. Головами? Интересно. Это мы можем только на повторе увидеть, был ли там удар головой, или это какой-то боковой. И снова, снова идет вперед рифтинговой, натыкается на серию. Но там, мне кажется, мало попал Евгений. Но, ой-ой-ой, открывается поединок, пошли колотушки. Да, прям очень активно начали этот раунд. Пятый отрезок. Здесь оба боксера успели вставить пару неплохих комбинаций. Да. Но Евгений так ответил, не хочу тебя подпускать больше на эту дистанцию. Прям встречал его мощно. Издалека с ударом там зашел Мгабу, конечно же, мимо. Вот здесь корпус пробил. Отвечает Евгений комбинациями. И смотри, начал пятиться Ив впервые за весь поединок. Хотя бы иногда, но шаги назад. Конечно, неприятно, неприятно получать удары в ответ. Но тут Евгений пропускает. Да, ну вот сейчас Петербург. Хороший темп от Тищенко, но надо почаще такие эпизоды, иначе их будет вот так приклеиваться. И, ну, вытягивать из Евгения все силы. Да, толкаться здесь Тищенко, конечно, совсем неудобно. Это борьба. Хорошо провалил Евгений. Но не наказал боковым. Не хватает немножко пока. Такое чувство, что Тищенко сегодня чуть медленнее, чем обычно. А сейчас очень опасно. Габу влетел так в ближнюю дистанцию. Можно здесь и сечку получить, как будто и с боксером. Пока все в блок, все в блок. Но, в принципе, Габу держит такой высокий темп. Ну, сейчас Евгений взял паузу. Выманивает, пытается Тищенко на ближнюю дистанцию. Неплохо у Евгения получилось. Сейчас попал сначала в корпус, потом в голову. Все правое рукава. Приклеялась у Габу, сразу опустилась. Голова открыта. И, судя по внешнему виду, подустал сразу Евгений. После этого пропущенного удара запустил. Но здесь на дистанции Евгений достает. Здесь на ближней не нужно стоять Тищенко. Лоб в лоб толкаться. Или надо бить. Что и делает Евгений. Да, показал сейчас небольшую серию такую. Коротких ударов. Ангану бьет. Бьет сильно, но все пока куда-то бьет. Да, куда-то по площадям. Не всегда бьет-то, может, и сильно, но не всегда прицельно. Есть ощущение, что слегка устал в Габу. Но толкается исправно, смотри. Да, да. Решил повисеть на Евгении. Толкаться силы есть, а вот наносить удары уже становится проблематично. Пытается встречать Евгении, но тут буквально напрыгивает на своего соперника. Нгабу ставит канатом и начинает работать. Вяжутся боксеры и... Ну такой, да, Нгабу, такой прессингующий спойлер, да? Вот он тебя к канатам поставит, побьет, а если ты начнешь что-то делать в ответ... Смотрим, шестой раунд. Ив Нгабу против Евгения Тищенко. Ну что ж, посмотрим. Ой, как в живот сейчас попал Тищенко на первых же секунда. Да, потому что это дистанция, и на дистанции Евгений себя уверенно чувствует. Ох, пошел вперед Нгабу. Откровенно атакует уже Ив, и Евгению надо его встречать и ставить на место, если он хочет победить. Да, тут вопрос, сколько у Нгабу сил еще, чтобы вот так вот прессинговать. Поговорили о том, что первые раунды он будет жестко прессинговать, он это и делал. А вот последний раунд, пожалуй, уже меньше агрессии было. А ты... И тут Евгений начинает раскрываться, конечно. Бьет больше, больше попадает. Сейчас такой удар в корпус передней рукой. Мне немножко, если честно, не хватает джеба от Евгения Тищенко, чтобы контролировать дистанцию к сопернику, от соперника точнее. Потому что Евгений, конечно, тоже может вот так вот на ближний лоб в лоб постоять, пораскидываться апперкотами и боковыми. Но это не его работа. Это не его сильная сторона, в отличие от соперника. Евгений как будто выбрасывал много уже... Вот он выбрасывал джебы и понимал, что они все летят постоянно в блок. И может быть, поэтому перестал им больше пользоваться. Зато здесь, на ближней дистанции, он габу гораздо больше шансов донести свой силовой удар. Все верно, все верно. Это очень рискованная тактика здесь от Тищенко. Но дальней рукой, дальней рукой на расстоянии Тищенко очень неплохо работает. И по корпусу обрабатывал соперника. Вот сейчас попытался тоже поймать. Пропускает Тищенко. Да, сейчас достаточно такой серьезный удар был. Сад, 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 сад начинает. Ингабу уже, кстати, смотри, в пятом раунде выглядел уставшим, а тут нет, все. Ох, хорошо попал вот это вот. Пошел вперед Ив. Да, здесь эпизод. Гораздо лучше стал работать, гораздо точнее, чем в первых раундах этого боя. Эпизод был за Ингабу, очевидно. Нужно возвращать этот урон. Игенев Роб сейчас, да. Левая через руку зашла у Ива. Встретить, встретить как-то хочется, чтобы Евгений встретил Ива. И тогда, наверное, будет все по-другому. А пока Ингабу заходит туда, куда ему хочется, и там уже начинает бить. Продолжает Нгабу переть вперед. Да, вот этот апперкот был достаточно поселён. И смотри, ждал Сищенко в этом раунде, да? Ой, поплыл, поплыл Евгений, прям шастает. Надо вязаться. Ух ты. Так, неожиданная болтаночка. Да, здесь Нгабу, конечно, пошел. Клеится. Нгабу своё заработал. Я же говорил, что на ближней дистанции больше шансов у Ива попасть. Всё верно, всё верно. Это его работа. Силовой бокс. Да, нельзя. Ни техника и ни дистанция. Нельзя сюда запускать Нгабу, иначе всё может печально закончиться. Евгений спасает бомб. Да, этот раунд, пожалуй, Нгабу забрал в часу. Очень переживают здесь за Евгения Атищенко, конечно, все поддерживают. Весь вечер Шавкат Рахимов за своих переживает, как будто сам дерётся. Что такое? Ниже пояса? Да, похоже был всё-таки удар ниже пояса, и время дают здесь боксёры. Ну, такой удар. Повтор увидим, успеем. Ну ладно. Явно неумышленный удар. Ну да, да. Неумышленно. И пошёл Нгабу, как будто это его зарядило. У Евгения под правым глазом в награду с прошлого раунда осталась гематома. О, нельзя. Нельзя здесь Евгению застаиваться у канатов. Нужно двигаться больше. Да, силовой бокс. Здесь ему не нужен двигаться, на джебах работать, а не вот здесь драться на ближней. Ну, возможно, буквально... Рассечение вроде снова открылось у Тищенко, если не ошибаюсь. Полминуты нужно принять вот эти удары, чтобы Нгабу тоже чуть-чуть подзамедлился, а потом начинать работать самому. Потому что раздмениваться сейчас с Нгабу совсем невыгодно. Сто процентов. Всё равно Евгению тяжело после предыдущего раунда. И да, дистанции не хватает, дистанции здесь. Дальней рукой работает Евгений то, что ему советовали в углу. Но одиночные удары нужно больше. Их очень сильно переломил ход поединка. Если в первом раунде казалось, что он больше машет в разные стороны по площадям, то теперь он нашёл свою дистанцию, он прицелился, и он очень хорошо работает. Да, просто подзамедлился немножко уже Евгений. И здесь Нгабу нашёл свою игру и начинает доминировать в бою. Нгабу перетерпел, скажем так, вот эти ранние раунды, где быстрее оказался и был, скорее всего, Тищенко. Такое ощущение, что Нгабу меньше сил тратит вот сейчас в бою. Так он висит на сопернике. Да, да, да. Причём очень часто. Движение, движение, плотные ноги. О, как. Нет, здесь Евгений показывает, что ничего страшного не было. И судья это, конечно же, заметил. Не было Нгабу. Нет, очень много толкается Нгабу, это вопросов нет. Вот такой хороший удар в корпус. Это то, что нужно сразу опустить руки Нгабу. Он чувствует эти удары от Евгения. Но здесь нужно работать Тищенко. Он опасается. Он уже действительно опасается ударов соперника. Встречать надо Нгабу вот этим простым джебом заходит на свою дистанцию. А иногда их просто без джеба привязывается. Слушай, простым джебом. Вот так вот Желей Жан взял и простым джебом Джо Тройсу чуть глаз не выбил. Поэтому джеб нельзя считать простым. Это очень опасный и коварный удар. Ну, вот мы посмотрим сейчас на боксеров. У кого здесь должен работать джеб больше? У Тищенко, наверное. Да, но работает Нгабу в данной секунде. Длинными руками. Не получается Евгения. Нет, вообще не идёт поединок во второй половине. Но здесь проявляется характер. Нужно пробовать встречать, наверное, на характере как-то пытаться переломить. Но пока не получается. Давид дальше Нгабу забирает эпизоды. И после этого Суша. Да, нужно бельгийцу отдать должное. Ждём восьмую трёхминутку. Продолжается поединок. Да, но здесь хорошую серию, на самом деле, встретил оппонента Евгений. Нормально, вот так и нужно работать, встречать, встречать больше. Да, но Нгабу просто втавливает Евгения в канаты. Такое ощущение, что своим давлением в начале раунда забирает силу Евгения. А там дальше у него уже... Нгабу просто висит на сопернике. Это вот этот вот спойлерский стиль ведения поединка. Абсолютно такой практикуемый в современном профессиональном боксе. Немножко грязноватый, но в рамках правил. Да, вяжущий. И вот Евгений больше работает... О, как сейчас опасно было. Уходил Евгений так и пять из назад. А Евгений бьёт очень мало и вынужден сейчас велосипедить по рингу. Но Нгабу режет углы, ставит канатом соперника и просто работает. Да, и не стесняется Нгабу, бьёт в блок, бьёт в корпус. Это то, что сейчас нужно ему. Выбивает просто силой из Тищенко. Встречает дальний рукой Евгений. Вот прям брызжет пот сейчас на комментаторскую позицию, честно говоря. Ну, и водичка тоже. Поливают ребят обильно в перерывах. Ноги, ноги, ноги! Да, честно, не узнаю Евгения Тищенко. Ну вот, заметь, больше стал двигаться и уже не так просто Нгабу подходить. Но, обрати внимание, Евгений-то тоже особо раунды не забирают при этом. Всё верно. Ну вот, посмотрим, может быть сейчас, если больше, больше, больше Евгений будет двигаться, уже сложнее Нгабу будет подходить. Уже тоже бегать за соперником – это непросто. Да, конечно, конечно. Да, ещё если тебя периодически подсыпают такими сериями. Да. Да, здесь Тищенко нужно искать свой бокс, переламывать ход этого боя. Потому что сейчас, да, такая доминация на стороне бельгийца. А бьёт снова очень жёстко Нгабу с клинча. И корпус обрабатывает Евгению, чтобы он перестал вот эти вот движения в сторону, убегать. Нгабу уже просто в свои руки забрал поединок и ведёт его так, как нужно ему. Да, нужно Тищенко что-то придумывать здесь. Нужно вот так активно работать, нужно пытаться разбивать соперника и, откровенно говоря, забирать раунды. Да, ну и нужно быть честным. Видно, что Нгабу-то тоже непросто, что давить постоянно на соперника тоже уходят силы. Ну да, сейчас просят Нгабу поворачиваться лицом. Вот как-то совсем откровенно развернулся он в этом отрезке. 10 секунд остаётся. Ну и вот, пожалуй, что этот раунд Тищенко хотя бы как-то, ну, уже что-то попытался сделать, неплохо действовал. Очень активно стартует в девятом раунде Евгений Тищенко. Ну а и Вунгабу в углу тренер сказал, что ты делаешь, если прилично переводить, офигительную работу, ты ломаешь его на части, просто выходи. Если хочешь, работай с ним в клинче и набрасывай побольше силовых ударов, он не выдерживает. Ты можешь финишировать, послышалось мне, в углу Вунгабу. Ты, да, есть возможность финишировать, имел в виду его тренер, что не стесняйся бить от всей души. Вот сейчас активно очень начал Евгений эту трёхминутку. И на самом деле, вот если бы так проводил предыдущие раунды Тищенко, наверное, бы... Может, это были бы шансы в них победить в этих трёхминутках, потому что пока, наверное, уже три раунда подряд восьмой, седьмой и шестой забрал Вунгабу. Ну да, там достаточно очевидно было преимущество Вунгабу. Евгению нужно уверенно забирать следующие раунды. Насыпает он серии, но все... И пропускает два силовых апперкот и боковой. Ну вот апперкот прошёл как-то скользь, а боковой там, похоже, был неплохо. Да, тяжело Евгению в этом поединке. Видно это и по лицу, и сейчас так разменялись очень хорошо. Левой на левую, боксёры. Да, немножко промазал сейчас Евгений. Старается не подпускать Габу. Очень стилистически неудобный соперник для Тищенко. Просто кошмар какой-то. Ну мы помним и его поединок с Мчуну. Мне кажется, здесь... Там было по-другому. Да, да. Тут Евгений всё-таки отвечает. Там, понимаешь, там самому Евгению не хватило. То есть он мог боксировать лучше, им были шансы. А тут сам по себе соперник неудобный. Мчуну работал совсем не так. Мчуну не пытался выдавить. Он его просто... Он просто боксировал. Ну да, да. В этом смысле да. А Габу, ну... Соковыжималка у него стиль, понимаешь? Я бы не сказал, что это неудобный соперник. Я бы сказал, что он свои козыри. Всё-таки вот он показал их дарить. Нет, нет, я про то, что у Тищенко такой стиль, что он не готов к такому боксу, где сплошная толкотня. Да, да. Это не его работа. Он не привык так боксировать. Всё верно. Но для этого нужно встречать соперника. Согласен. И это пока тяжело сделать Евгению. Но сейчас был неплохой размен. Евгений там тоже попал. Но пока тяжеловато. Это всё-таки вот эти силовые удары Габу, они дают себе знать. И что самое неприятное для болельщиков Тищенко, силовые удары Габу более весомые, чем вот эти лёгкие серии Тищенко, которые в основном идут в блок. Да, всё верно. Нас ждёт десятый и заключительный раунд. Держим, бойцов! Я согласен с Шавкатом, который у нас тут на позиции стоит, кричит, что последний раунд надо забирать 100%. И мне кажется, если будет такая рубка, кто-то может упасть. Да, уж это очень жёсткий размен сейчас был. Да, это очень неприятное начало раунда для Евгения Тищенко. Но там Евгений попал, конечно. Но видно, что, да, что-то наш ударов уже с Казахстана Тищенко. А о чём я говорил, что если он будет работать на ближней, Габу может пробить. У Евгения такого тяжёлого удара нет. Он технарь, он игровик. Да, у него тоже есть удар. Но если сравнивать, то Габу бьёт тяжелее. Да, здесь нужно Евгению прям с сериями попасть. А ещё желательно смещаться, а не клинчевать. Евгений очень много времени провёл вот здесь в инсайде. Он здесь не может бить. Ему неудобно. О, как! Левым-левым очень жёстко бьёт Габу навстречу. И такое чувство, что даже через блок чувствует Евгений эти удары. Но сам бьёт в ответ. Но всё-таки нужно здесь забирать этот раунд. Очевидно, если он хочет ещё рассчитывать на... Наверное, будем говорить на победу в этом бою. Да, это правда. Вот Тищенко забрал центр ринга даже сейчас. Попытался так пойти вперёд. Встречает серий. Евгению очень сложно вот в этом вязком клинче, противном. Набрасывает удары Евгений. Но тяжело, тяжело. Очень устали оба боксёра здесь. И вот в десятом раунде, конечно, взвинчивать темп это... Тяжело. Это прям тяжело. Особенно, когда такой вязкий поединок был. Чуть больше минуты до конца этого вязкого поединка. Очень болеют здесь за Евгения. Переживают, но Ингабу наносит свои удары. Прижимает Евгения прямо канатом. И здесь прям прямой, жёсткий. Правой пробивает Евгения. Последние секунды. Тищенко нужно собраться и отработать. Но Ингабу в целом в своём стиле отрабатывает дальше. Всё у него работает, всё у него хорошо. Встречает левым апперкотом Евгений, но не приносит это успеха ему в данном эпизоде. 30 секунд остаётся до конца этого поединка. Ингабу вяжет, вяжет очень жёстко. Евгения не получается разорвать дистанцию у Тищенко. На последние секунды. Ну что, пойдут вперёд боксёры. Да. Ингабу наносит силовые удары. Постарается тяжёлые удары нанести Евгения. И да, всё-таки вяжет. Вяжет, вяжет. Вяжет концовку, сушит. И поединок завершён, дорогие друзья. Итак, по окончании десяти раундов обратимся к судейским запискам. Первый судья. 98-92 Тищенко. Второй судья. 99-91 Нгабу. И третий судья. 96-94. Таким образом, раздельным решением судей в этом бою победу одерживает Евгений Тищенко. Через юный музык. Раздельное毒. Раздельные силы. Продолжение следует...